Огромный для всех, ну а потом уже глянем за плей-оффами. Ну, мы врываемся на вторую карту, друзья. Это у нас оверпасс. Энтропики будут атаковать, Стоппинга защищаться. Поехали. Да, Лаки уже законтролил киндерплац. Опять же, Стоппинги начинают с того, что усиливают коннектор здесь и перекрывают часть карты. Ей пока Энтропики не пользуются, выезжает в сторону Ланга. И самый важный игрок в рамках дефенса будет у нас, конечно же, Дюк, который в данный момент должен контролить у нас туалеты. Но мы понимаем, что это позиционка ванвейне, в которой ты никуда не уходишь. Если даже делаешь свой фраг, тебя в сторону закрывают. Он делает соло-килл, второй килл. Это уже не... Господи, он умрет когда-нибудь. Четыре ствола одновременно стреляли по нему, и он так круто мансил. С другой стороны, Энтропики сами не идеально аимили. И таким образом потеряли двух вразмен на одного, потеряли время. И теперь у Стоппинга в хорошей ситуации, в которой они окружают своего оппонента и могут не дать ему нормально выйти уже куда-либо в другую сторону, потому что в данный момент они закрыты на Ланге. Так, Смайли видит шарики. Попытается здесь как-то найти фраг, но нет, Айсман спокойно закрывает Форестера. И ребята потихонечку, да потихонечку, по всей видимости, будут выигрывать первый раунд для себя, если только Эллен с Никельбэком не сделают что-то невероятное. Есть гранаты у Никельбэка. Вот он смоук, неплохо. Можно пройти дальше под флешку. Кстати, Сору уловят и одну, и вторую флешку в банке. Его давить пойдут, но Сору очень далеко отходит. И здесь к тиммейту своему приводят. И в итоге сам расправляет с одним и с другим, друзья. Это первый раунд для команды Стоппинг Готтс. И хорошее начало, собственно, для них. 1-0. 1-0. И вправду покупается Фамос, и, соответственно, Форсити у нас будет атака. 1,14 коэффициент на Энтропик от париматча и 5,2 на Стоппинг Готтс. Опять же, мы понимаем то, что на Дефенсе могут Стоппинг Готтса набрать. Тогда можно будет и КФ ловить. Но Энтропик, в свою очередь, что у нас тут с тэками, с деглами и скаутом играет Эллен. Смотрим, как эта атака у нас получится, потому что 4 смака есть, пару флешек тоже. Это достаточно, чтобы выйти в тот же самый Б-плэнд. Ну, или А-плэнд. Пока что просто халдятся прямо у начала, потому что их уже закрыли огнями Стоппинг Готтс, антирашевыми. Пришлось, правда, потратить довольно много раскидок для этого. Форстер с деглом ждет здесь выход своего оппонента. Хороший хедшот. Ребят, прям видно, что деглы настолько сейчас тренируются игроками и тренируются на профессиональной сцене, что, может быть, как раз-таки этот пистолет немножко будет в каких-то других моментах также по фикшен. Он, так, наверное, у нас тоже очень много одно время носил урона, и все его брали. Статики очень много любили с этим девайсом работать. Ну и по итогу также он был по фикшену. И, кстати, не забыли о нем, все равно его берут, все равно с ним играют. Вот, например, крат. Как раз-таки с этим тег девятым, даже будучи по фикшенам и перификшенам обратно, в общем-то, вроде как отыгрывает 5-4. Шансы появляются еще лучше для команды Интропик. Попытаться здесь найти на этот аплэнд. Есть скаут, который зачекал сейчас Смайли, ну и Смок откидывается. Вопрос, что будут делать Интропики. А, нет, видишь, нервишки играют. Он, в принципе, мог бы еще похолодить все этот Смок, потому что тайминг еще не такой уж поздний для атаки. Тем временем еще и будут поджимать здесь Дюка. Дюк с Фамосом. Ну, да, что-то у него не идет игра в этом игровом моменте, но при этом всем Смайли остается один на аплэнте. Возможно, надо подозвать своих тиммейтов, сказать, парни, меня тут жмут, меня тут убивают. И его убивают, и вправду. Таким образом, надо стейвить два девайса. Хотя нет, Винтер хочет все-таки подраться, но стоит свалить побыстрее для того, чтобы оставить их на следующий раунд. 1-1. Недолго музыка играла. Стопингадс сразу же отдают преимущество. Ну и, в общем-то, теперь у них появляются потихонечку проблемки с экономикой. Да, два девайса уйдут на сейв. Фомасу Сороу, МПшка для Винтера. Но более ничего не смогут здесь ребята продемонстрировать. И в следующем раунде придется дозакупаться, на самом деле, учитывая вот эту вот плохую экономику, учитывая 1400, которые дадут всего лишь Стопингадс. Это будет два девайса с пистолетами и арморами. Хотя, подождите, насчет двух девайсов. Здесь еще ребята идут на выбивание, постараются что-нибудь придумать. Кстати, одного закрыл Никельбэк. Сороу последний с Фомасом. И нет, все-таки перестреляет. Сороу Никельбэк, а Фомасу идет на сейв в следующий раунд. Но это не отменяет того фактора, что сейчас будет закуп. У команды Стопингадс просто на один девайс меньше. Равенство. 1-1. Чилим дальше. На оверпассе напомню, что это пик именно русской команды под предварительством Хуча. Хуча вообще всегда любил оверпасс, даже во времена игры в Гамбит. И, кстати, я уверен, что для него то, что убрали именно трейн, является тоже очень серьезной проблемой. Потому что, ну, мы помним, что он и сам играл очень много трейна. И его команда начала играть все больше трейн. Спрашивал я у игроков в Энтропе, а именно у Лаки по этому поводу. Он говорит тоже, да, только-только мы начали уже хорошо чувствовать эту карту, как только ее сразу и убрали. Вот. Но по поводу новой карты он также говорил о том, что Эншнт ему очень нравится. И сейчас очень много он на нем времени проводит именно вне командных тренировок. Чисто по фаннице с друзьями на миксах. То есть это по кайфу, потому что новая, свежая и интересная. Я думаю, это максимально непопулярное мнение в комьюнити, так точно. Все ребята знали. Слушай, ну, я до сих пор считаю, что Вертига нужно просто уничтожить, убрать и вообще закопать, и никогда в жизни о нем не вспоминать. Мне больше грустно, что кэш не вернули или кобл не вернули. Да-да-да. Вот это самая, на самом деле, такая большая проблема. Эншнт. Может быть, Valve какую-то политику немножко другую выбрали. Распространение карт, которые, например, остались немножко за горизонтом, и которые играют меньше с Мали. Хороший хэдшот. Дюк Фессура. Здесь нашел фраг еще и по лаке, и вот раунд на ровном месте появляется у команды Стопенгот. Шансы на то, чтобы этот раунд закрыть. 4 в 3 большинство, и команда Энтропик, по всей видимости, на Аплент пойдет. Но тут нужно работать по дюк Фессурии. Он все-таки врывается, убивает Никкельбэка. Крат убивает Сору, но 4 хп у него остается очень тяжко. Надо лонг проходить и ставить бомбу. Вот в таком случае шансы появляются неплохие, но пока лонг живет... Это байт? Нет, это просто постановка бомбы. Форестер из-за смока пытается сыграть, его убивают и здесь просто запушит. Да, карада осталась, тут лох и пэбл. Второй раунд для Стопенгадцев. Монстры, парни. Игра четенько, очень-очень уверенно, спокойно от защиты. Мы видим тоже, что аркад практически не предпринимает. Просто играет из-под позиционки довольно глубокой. Дропики, в свою очередь, да. Бомбы поставили, бабок заработали, но не очень много. Не знаю, будут ли они здесь форсить, я думаю, да. Чабо и нет. Ну, лаки даже авиг дропнет. Нормально, но гранат будет мало. Для оверпаса это очень серьезно и критично. То есть им придется чекать лицом. Или, возможно, рашить какое-то бе с этими маками, чтобы сокращать дистанцию. Но зачем тогда авиг покупали? Поставить соло авиг на лонг, например, там, или, типа, в туалеты и играть на пэплэнд рашен. Тоже такой вариант существует. Мне кажется, кстати, у нас с тобой вообще темп в этих картах двух пока что очень-очень низкий. Я думаю, что это связано с тем, что это именно РМР, да. Будь здесь, ну, условно говоря, турнир там за 15-20 тысяч долларов, который бы ничего особо сильно не решал, то, возможно, ситуация была совершенно другая. А здесь на РМРе что-то парни вообще, ну, максимально медленный стиль игры выбрали. Не хотят рашить, не хотят делать быстрые аркады. Просто тишина и спокойствие. Да, конечно. Тут, несмотря на то, что вроде призовой фонд не скажет, что прям очень большой, ну, он действительно небольшой, 40 тысяч долларов, РМР-поинты играют намного важнее роль. И это все прекрасно понимают, все борются. Борются, ну, и в особенности, конечно, это будет важно для таких команд, как Na'Vi, Gambit, Virtus.pro, Spirit, Force, Entropic. Вот ребята, которые действительно прям имеют большие шансы и большие надежды, опять же, большую надежду на то, чтобы выйти на этот самый мейджор и, соответственно, уже хорошие результаты там показать. Сейчас нужно цепляться за каждый матч, за каждый раунд, наверное, даже за каждый фраг. Поэтому ребята не торопятся совершать какие-то действия, чтобы не накосячить. Никельбек откидывает флешку потихонечку. Нужно уже заходить, ребята, на Затропик, чекать левый дюкписура. Закрывает одного второго, закрывает крат на размене. Ну, тут, конечно же, второго также закроют. Вот тебе и Мак-10, который закрыл одного второго. А вот бомбу-то не подобрать. Лаки, правда, на размене по Айсману. А тут Сороу. Сороу не читаю. Закрывает он Лаки. Крат последний. Крат три фрага уже делает. И один в один, девять секунд. Девять секунд. И позиционка очень-очень печальная. Четыре-пять. Он успеет поставить бомбу, и его не закроют при этом всем, да? Не запушат. Не запушат. Нет. Подумал, что не ставят. Какая же жесть. Такая ситуация была у нас на Дасте втором. Ровно такие же тайминги здесь. Нужно это выигрывать. Крата квадрокилл для него. Второй раунд для Энтропик. Ну, слушай, на месте Сороу, наверное, нужно было именно так и делать. По идее. Хотя сложная ситуация. Приденять решение за секунды буквально. Супермного хаоса, да, случилось. С другой стороны, он мог все еще попытаться взять такую позиционку, в которой он мог бы не отпускать противника, ставить сишку вообще. Но, ладно. Бывает ситуация. Крат переиграл. Мало того, он служил от раунд. Квадрокилл, извините меня, не хухры-мухры. Он тут, реально, сделав сначала три килла, взял максимально красиво, да. И раунда, по факту, Один был степпингами, да, и Энтропик могли вообще не иметь возможность сейчас даже нормально закупаться. Так что, честно сказать, здесь все не так однозначно, как мы думали изначально на оверпассе. В принципе, то же самое касается Дост-2. Тем временем, поджим у нас со стороны коннектора в опасности находится Крат. Но с Маком в упор можно зарешать. Особенно связи от того, что против тебя именно деглы выступают. Крат, чекает слева. Он не знает, что есть этап из трех. Выход одного, выход второго. Красиво забрали. Маковку нельзя забирать, нельзя ни в коем случае. Это же байт. Там же люди на прикрытии стоят, конечно же. И ван-бай-ван начинает стоппингаться, выходить и умирать просто втроем. Зачем? Что же вы делаете, друзья? Вы же получили преимущество ранее просто отхалдиться. Да, это было суперстранно сейчас. Как ты сказал, и ван-бай-ван? И ван-бай-ван, да. Это как Дорн, только ван-бай-ван. Понял. Хорошо, хорошо, друзья. Третий раунд команда Entropic закрывает за собой. И вот Эллиану, кстати, помните, да? Дропнул Лаки снайперскую винтовку. Опять же, наверное, очень многим пожертвовав. И вторым армором, и гранатами. По причине того, что Эллиан, безусловно, круто отыграл первую карту. Сейчас пока немножко не получается. Один на три у него статистика. Но карта только началась. И здесь вот он, Эллиан, пошел уже пытаться найти какие-нибудь интересные фраги. Но ему здесь аккуратнее надо играть. Он понимает. Мак-10 у Крада. А вот Крад с Мак-10 такое ощущение, что прям подружился на оверпассе. Три фрага сделал. И надо бы еще подфармить. Конечно, еще 600 долларов в копилочку. Посмотреть налево. А тут аж три игрока. Одного закрыть. Еще одного. И давай еще одного. Ватеркил опять. Будет? Надо Мак перезарядить, конечно же. И пойти дофармить. Ну, 52 хп вообще-то опасно. Ну, а здорово проигрывает. Ну, в конце концов. Давайте, давайте. Ну, эйс на эко это не эйс. Это стата. Ну, все-таки эйс для Крада. Ну, и плюс 3000 долларов в кармашек. Очень даже приятненько для него. 12 на 3. Четвертый раунд. Командный Тропик закрывает. Пока что все очень неплохо для них. Учитывая, что на атаке, на оверпассе играют. Да. У Дефенса, кстати, диффузов не будет в этом раунде, судя по всему. Но у парней из Стаппингаз вообще, в принципе, с экономикой все крайне грустно. Мы видим и по раскидкам умеренно. Да, есть три Молика. Есть у всех Смаки. Но ни диффуз китов, ни флэшек. В общем, довольно сложно будет отыграть. С другой стороны, мне очень нравится то, что они, в отличие от Дедаста 2, начали... Ой-ой-ой, что же за... Ну, я понимаю, что ради позиционки можно и минус 40 хп себе сделать. Но далеко не всегда это будет именно так работать. При этом всем Дюк с ножом отходит назад. Что? Лол! Мужики. Я все, конечно, понимаю, но этого я не понимаю. Ну, он, видимо, не думал, что противник пойдет по Моликам. Никель пошел вперед. Откинул флэшку. Хаешка тут же рядом. Опять же, Никель продолжает именировать. Смайли. Смайли промахивается. Даже фрага здесь не смог сделать. Этот раунд за энтропиками 100% нужно девайсы сейвить. Да, конечно. Крутой мув. Мне очень понравилось. Просто прошли по Моликам, и противник не ожидал совершенно здесь увидеть своего оппонента. Ну, все равно, как ни крути, но он стоит с ножом в туалетах. Он не стоял, он шел назад, чтобы быстрее идти, но под степом, а не бегом, да, спиной, он взял нож. В целом, это было, ну, адекватным решением, потому что он не имел возможности предугадать то, что оппонент будет так близко уже к этому моменту. Но, с другой стороны, кто-то может и сказать, что это ошибка, но мне кажется, это скорее крутой мув от наших хлопцев. Да, смак 10-м прорвался коэффициент. Друзья, сами видите, 1-0-6 от пари матч на команду энтропик, 8 на стопингодс. Это победитель на карте. На карте оверпасс, на карте, которую пикнули ребята из команды энтропик, коэффициенты весьма разгромные. Это, соответственно, пари матч нам об этом и говорит открыто, без всякой лести и о чем-либо. Шестой раунд, в общем-то, энтропики будут закрывать за собой, по всей видимости. Там только лишь пистолеты, потенциально 6-2 счет становится из 8 раундов сыгранных. Это большое преимущество уже, как минимум. Ну и такое ощущение, что вот пока что ничего не боятся энтропики. Просто идут на ранних таймингах, минут 35, они уже в туалетах там где-то тусят. Причем пайраунд был в прошлом. Ну и вот сейчас такая же ситуация. Дюкфессура на размене, правда, но там по хп у Винтера 3 хп, 58 у дюкфессура. Какой спрей прошел. Халява там для Форестера прилетела последней пулей просто. Да, 2-6, 2-6. Это, друзья, уже напоминает постепенно полный развал. Не факт, конечно, но именно сейчас с таппингом надо уже браться за оружие. Девайсы будут и отступать некуда. Возможно, опять же, нужно что-то придумывать по поводу аркад. Потому что когда у тебя у снайпера один фраг на оверпассе на дефенсии за 8 раундов сыгранных, ты должен понять, что больше от дефолта играть ты просто не можешь. Потому что это вайвапер не работает. Да, кстати, такая же карта примерно по дальности, по дистанциям, как и даст второе. Ну, конечно, может быть... Ну, я бы даже сказал получше. Она для вайвапера на дефенсии. Здесь очень много можно насобирать. Это как датрейн, в принципе. Надо работать. Надо в любом случае что-то делать. А пока из того, что происходит, это каждый раунд, либо крат, либо никельбэк. Врывается куда-то на первых таймингах, закрывает оппонента. И становится 5 в 4 большинство для команды Интропик. Грустно пока что, очень грустно. И вроде Стоппинготс действительно хотят раздобыть это самое преимущество. Но им приходится жертвовать, потому что у них мало гранатов. То есть ты не можешь сыграть нормально в размин. И никельбэк тем временем убивает одного, практически второго. Винтеры точно здесь доберутся. И в целом Фиссури со Смайли надо сейвить. 2 на 4 ситуация, в которой, да, с ВП Смайли может датестировать Фиссури. Фиссури супер открыто сыграл. Не очень понятно, зачем. Можно было сыграть в бортик, чтобы если что свалить. Ой-ой-ой-ой-ой, Крадыч. Просто как Ван Дамм врывается в эту стройку с прыжка. И противник не смог навестись. 2-7. Интропики развал кабинетов устраивают уже тотальный. И мы понимаем, что да, хоть и луз-бонус довольно большой. Тайм-аут в Стоппинге берут. Но, по-моему, это уже полет в никуда. Ну, сейчас так спокойно сидим уже. Чуть ли не на спокойном голосе разговариваем. Такое ощущение действительно складывается, что мы просто досматриваем оверпасс. Потому что каких-то больших шансов, наверное, для команды Стоппингодс против таких антропик. Мало кто вкладывает. Один раунд до победы на первой половине. Это все атака, самое что интересное. То есть оверпасс, как ни крути, это карта защиты. И, наверное, немного таких карт осталось. Но там какой-нибудь оверпасс, трейн и нюк – это вот те карты, за которые нужно цепляться. В любом случае. Тем более, это не пик команды Стоппингодс. То есть вообще непонятно, какая там атака сидит у этих ребят. Понятно, какая там атака. Там 38% при 8 сыгранных матчах, при довольно слабых оппонентах. То есть там все довольно печально должно быть. Главный-то вопрос в том, что Стоппинги реально не могут играть адекватно с точки зрения именно стояния на плантах. Потому что по гранатам у них постоянно в девайсных раундах все очень плохо. Из-за того, что они дабай. А, соответственно, играть аркады у них не получается. Потому что регулярно либо Крат, либо Форестер, либо Никель находят свои опены. И на этом, в принципе, любые аркады начальные от Стоппингодс заканчиваются. Они оказываются в меньшинстве. Дальше уже проигрывают по всем остальным параметрам. В общем, довольно печальная ситуация. И сейчас мы видим то, что с пистолетами попытка от Стоппингов застакаться в одном планты. Причем Смайли вышел первый. Дальше еще умирает Фиссура. Но это такие, это байты. Это байты, все в порядке. Форестер проходит дальше. Убивает еще и Винтера. Убивает и Айсмана. Вот Айсмана уже ожидать не должны были. Но, в принципе, готовы. Были парни из Атайги, что здесь кто-то еще появится. Сороу последний. И только один килл в этом раунде от Стоппингасов. Довольно печально. 2-8. Очень легко. И вот... Деньги 16-16-16. Ну и там 14-300 у Никельбэка. У Крада 12 тысяч. Просто какие-то невероятные количество... Какое-то невероятное количество денег. Смайли 1 на 9. 2 на 9 у Винтера. 4 на 8 у Айсмана. Вот у Дюк висурит по Сороу по 7 фрагов, но от этого на самом деле лучше не становится. Потому что всего 2 раунда и вообще непонятно сколько раундов всего здесь будет у ребят с команды Стоппингасов на первой половине. Но, опять же, даже если вдруг каким-то волшебным образом прилетит Джин и загадает 3 желания ребят из команды Стоппингасов взять 7 раундов максимум на этой первой половине, Энтропики не будут сильно против. Они уже 8 взяли на атаке. У них уже в целом все есть. Ручки уже не дрожат, действия намного более активные. С точки зрения Стоппингасов, если они этот раунд не берут, то там тильт начинается плотный. Непонятно, как из этого тильта выходить вообще. При этом все, контроль снова над андерграундом. Энтропики это все дело читают, так что они даже туда не лезут в этот раз. Просто играют по лонгу. В лонге снайперская винтовка появится от Смайли. Как раз таки будет контролить изнутри плента. Мы видим, насколько, кстати, грустную работу проводят Стоппинги по поводу именно А-планта. Обычно классическая защита подразумевает то, что ты стараешься как слоеный пирог разделять дефенс. То есть ты начинаешь обороняться сначала у фонтанов, потом уже продолжаешь у туалетов, потом еще глубже у туалетов, потом уже на самом А-планте. Стоппингас довольно много обычно дает там пространства. Но это сейчас уже не важно, потому что выход все равно будет на Б-плент. Винтер у бочек, опять же, не палится, открывается, убивает лаки, неплохо. Крат тем временем разобрался с Айсманом, который находился у Б-планта, у воды, и Винтер тоже погибнет. Что ж, на самом деле просто он ждал какую-то помощь, но помощи никакой не было вообще. Никто не успевал, с хелпы никто не пришел вовремя, никто не пришел с болота, потому что на болоте всех убивает Крат вместе с Никелем. И Эллен добивает Смайли, Сороу тоже погибает. Мы видим даже в дуэлях снайперских винтовок, в Энтропике здесь всегда сильнее, Эллен всегда сильнее, чем Смайли. И у Смайли, в принципе, ну один килл, ну что сделаешь? Как можно играть в оверпасс-дефенс, когда у тебя один фраг у Авапера, который сколько уже, 4 раза имел АВП, да, мне кажется? Да даже больше, мне кажется. Да нет, ну не сколько, 4 девайсных, мне кажется, было и в середине. Где-то около того, да. И это, друзья, 9-й раунд для Энтропик. 9-2, очень грустно. 17 на 6 у Крада, безусловно, классно, безусловно, здорово. Сколько фрагов вообще у команды Стоппинготс на всю команду? Ну, 10, 12, 13. Правильно я посчитал? Нет, неправильно, подождите. Ой, 10, 19, 23. Чуть меньше у Крада фрагов, чем у всей команды Стоппинготс. Вот такая вот статистика примерно сейчас. Все, что происходит на этом оверпассе, в одном предложении. 9-2, нет опять денег. Команды Стоппинготс приходится сыграть вот с этими деглами, с двумя тысячами. И на этом, в общем-то, ничего более. Смайли с деглом попытается уже как-нибудь подпушить. Устал он, говорит, ребят, не получается с Авика, может с деглом сейчас? Нет, не получится и не с деглом. Или он закрывает Смайли, остается Винтер вместе с Сороу, 2 в 5. Десятый для команды Энтропик, 10-2. Ну и я думаю, что я уже в чате вижу, что люди потихонечку начинают обсуждать следующие противостояния. Следующие Best of 3, когда там играют Team Spirit. Да, через час-13 минут. Насколько я знаю, у нас фикс тайм. Что означает то, что катки будут по, соответственно, таймингу сыграны. То есть не сразу. Но, опять же, ничего страшного, дождемся. Там, извините меня, банка Pepsi. Это вам не команда Stopping Guards. Хотя, возможно, что... А то спириты там. Ну, спириты, да. Там уже шутки про спрайт против Pepsi. Это вся история. Конфликт интересов в рамках противостояния Меринда против Pepsi. Представь себя. Вот это было бы стильно. У нас есть Марлиан. Он, на самом деле, немножко не Меринда, но тоже кто-то в этом есть. Так, ну, десятый раунд для Entropik. Я думаю, что здесь все совершенно очевидно и ясно. Не знаю, где сейчас мораль брать просто с тайпингом. Нет ни одного лидера. Нету такой ситуации, в которой тот же самый Дюк, да, фармит вам по 25 киллов за карту. То есть ДДАС-2 был совершенно другой в этом вопросе. Фиссура просто не может найти себе на этой карте настолько же эффективно, насколько и в предыдущей. Смайли тоже самое играл на Дасте-2. Очень сильно с своей снайперской винтовкой довольно много проблем доставлял команде Хуча. Но не на этой карте. На оверпассе все совсем по-другому. 19 фрагов от Крада. Он, конечно же, вот этот камбэк, который сделал, когда оформил квадрокилл и поставил бомбу. По факту он полностью развалил уже мораль стопинг-гасов и начал доминировать в соло на карте. Ну а потом уже и команда полностью подключилась. И было достаточно легко продолжать выигрывать. Я думаю, что 11 раунд тоже для них не за горами. Да, друзья, 3 раунда всего нам остается. Здесь посмотреть в рамках первой половины. Энтропики имеют большие шансы на то, чтобы выиграть половину разгромно. Более чем 10 раундов закрыть за собой. Ну и, в принципе, радоваться жизни более чем крат. Чекает. Чекает и посмотри, даже вот как-то здесь понимает, что даже смог не просто так лежит. И, скорее всего, здесь оппонент действительно может быть близок. Откидывается моллик. Нам убрали к стройе и дюк фиссуру хорошо. В любом случае, один из опен-фрагов, мне кажется, которые вообще редко бывают у команды стопинг-гас. Есть еще один фраг от Айсман. Никельбек на размене. 4 в 3. Ну вот он шанс. Взять третий хотя бы. Думаешь? Думаешь, это он? Сейчас Смайли расскажет. Вот, вот, вот. Ну, ну. У него вообще просто сейчас не выходит. Ну совсем. Прям вот-вот не летит. Вот совершенно. Такое бывает. Такое бывает. Неудачный день. Неудачная, как минимум, карта. По поводу дня непонятно, потому что на дасте было неплохо. Дюк хорошо вышел. Сделал свой фраг. Все еще довольно положительная ситуация для стопингов. Кроме этого, дюк еще и дал инфу о том, что все-таки проходят у нас парни из атаки именно в сторону Аплента. Лаки с Эллином будут вдвоем раскручивать здесь маховик. Но есть смок, есть две флешки. В принципе, под это дело с легкостью можно заходить. Сейчас там хелпа будет осмочена. Я так понимаю, да, хелпа осмочена, выстрел от Смайли. Ну вот, наконец-то оно пришло. Наконец-то фраг. Давай второй. Я думаю, Сорова надо просто отойти и дать второй. Нет, не дал. Добили они лаки. Третий раунд для стопинггатсов. Уже хорошо, уже позитивно. Небольшая борьба появляется. И даже деньги тропики придется потратить, слушай. Ну, по поводу борьбы, конечно, далеко до ней. Очень далеко. Здесь действительно ребятам из стопинггатс надо выигрывать сейчас. Еще два, делать счет 5-10. Выигрывать пистолетку и первый бай. И это все дело сравниваться будет плюс-минус где-то только тогда. В тех районах. И вообще далеко не факт, что вся эта история закончится именно таким образом. Скорее всего, энтропики просто сейчас еще один раунд возьмут. Этого будет предостаточно. С выигранными пистолетами я думаю, они будут закрывать абсолютно все вопросы. Хотя вот по поводу пистолеток вспоминается, что на дасте втором все было очень неплохо для команды стопинггатс. И там они показывали хорошие уверенные пистолеты. А там под пуш, кстати, монстр, по всей видимости. Да, да, да. Винтер закрывает никельбека на размене. Кстати, по своему упавшему тиммейту увидел ли бомбу? Вот в чем вопрос. Винтер. Заходит дальше. Возможно, сейчас и пакет увидит. Из пятерочки. Вот он, вот он лежит. Да, дает инфу, скорее всего. И можно будет вокруг этой бомбы сыграть. Стягивает своих тиммейтов. Постепенно начинает у нас передвижение что Сороу, что Смайли. В его сторону. Оттягивается обратно к Б-планту. Опять же, 57 секунд остается у энтропиков. Решили не закрепляться парни из Казахстана вокруг Сишки. Довольно странно с их стороны. Подбирается бомба. Винтер начинает палить по двум. Хорошо пробивает. Его тоже, походу, не отпустят здесь. Нет, он сам открывается. Сороу добивает Форестера. Хорошо. Два ствола разыграли здесь Стоппинг Гатце. Смайли добивает еще и Лаки. Эллиан вместе с Крадом. 2 на 3. При этом всем бомба все еще не под контролем. И это проблема. Она еще дропнулась намного дальше, чем была изначально. Забирает ее все-таки Крад. 34 хп у него остается. 27 секунд. На таймере время идти. Время работать вместе с Эллианом. Есть ли молики? Да, есть молики. Двойные хаешки сверху еще также присутствуют. Эллиан будет открываться первым. Крад будет из-под смока. Двигаться дальше. Смок развеялся. Нужно открываться направо. Чекает. Не получается ничего здесь делать против Соро. И Эллиан тоже погибает. 4.10. Мини комбэчная подъехала. И уже есть золотовалютные ресурсы на счетах у игроков. Защиты хотя бы какие-то на последний раунд хватит точно на фуллбай. Ну вот начали брать последние раунды. Но что? Для чего? Зачем вы это делаете? Что это происходит? На самом деле Стаппинг Готтс нужно было так сейчас ситуацию вывернуть. Пропушить монстр, чтобы раздобыть преимущество. Увидеть бомбу. Своих оппонентов попробовать туда стянуть. Там перестреляться. Это вообще непонятно, как они эту перестрелку выиграли. И опять-таки там подгорает. Что ж ребята так любят? Ну нравится им по огням. Врываться на этот киндергартен. Наконец-таки Стаппинг Готтс решили отыграть у нас у туалетов. Даблой причем. Поставив туда еще и снайперскую винтовку от Смайли. Дюк, как обычно, у нас будет в банане сидеть. Ну и энтропики решили переориентировать свою атаку. Я так понимаю, что они думают насчет Аплента. Халдятся пока что. Ну, по дефолту играют. Не знаю, вот настолько... Вот как можно целую минуту стоять в ситуации, в которой идет 4.10, и вроде все в порядке, и ты вроде все знаешь. Ты можешь постепенно подпушивать, постепенно чекать ситуацию. Вместо этого вот это вот халдостан устраивают хлопцы из энтропиков. Ну так, немножко успокоиться ко второй половине. Слишком разглеченное. Очень беспокойно, да? Очень беспокойно. Беспокойная половина, надо было кнопки нажимать. О, боже мой. Элен, скоп, его должны слушать, by the way. Да, Тинфу. Смайли открывается, Дюк должен сыграть на контратаке. Сейчас будут кушать его снайпера, он открывается сам, красиво. Вот именно так и надо делать. Вопрос именно в том, что забрать бомбу надо, а еще и атаки. Элен все-таки выбивает, что Смайли, что Дюк, а оба опорника на планете погибли. С Таппинганцем надо перетягиваться. Элен, один фраг с Авика, второй фраг с Дигла. Что там еще можно придумать? Давай, Лаки, Скалаша открывается, здесь флешка прилетает. Сору все-таки перестреливает, но на размене Форстер Элен убивает еще и Винтера. И Айсман последний вообще на Б. Просто аккуратно на шрифте выходит. Супер неудачная контратака от Стаппингов была. Кроме того, Айсман мог бы перетягиваться вместе с своими тиммейтами. Там довольно слабый таймер уже был для энтропиков. И мог предполагать, что вся атака будет стоточена только на этом планете. А Айсман, именно его не хватило. И ему уже, конечно, ничего не должно здесь дать. Позиционка от Форстера неплоха. Да, его забивают. 4.11, друзья. Супер-изи, Лимон Сквизи для энтропиков. И, конечно, хоть и два раунда в окончании половины Стаппингатса взяли, но мы понимаем, насколько же слабее здесь парни из Казахстана играют на данной карте. При этом всем Смайли 5 киллов, друзья, за 15 раундов на дефенсе, будучи снайпером, сделал. Крат 20 фрагов. В общем-то, очень круто вместе с Никельбеком, ребята. Ну, мы видим, да, что они в топе. Свои команды находятся, врывались постоянно, каждый раунд. Под маг десятый, под различные флешки. Ну, в общем, просто хорошая игра, хороший, действительно, контр-страйк. Ну и 11-4, первая половина уходит за энтропиками. Друзья, если выигрывают, по большому счету, пистолетный, то, наверное, оверпасс заканчивается, и какая-то интрига. Не скажу, что она прям большая сейчас есть. Но она точно закончится, и, в общем-то, потихонечку, помаленечку будем с вами уже действительно готовиться к следующему противостоянию. Но пока все еще мы тут, все еще начинается пистолетный раунд, и Стаппингатс показали хорошую атаку пистолетную на Дасте 2. Может быть, на оверпассе тоже что-нибудь придумают. Да, пока что у нас внимание главное будет в сторону туалетов обращено. Здесь находится Айсмен. Зачекал. Элен его и отошел обратно в сторону Ланга уже будет играть. Ну, и мы видим, что энтропики не придумывают какой-то велосипед. Не хотят они играть в аркады, не хотят они подпушивать. Просто оставили самую агрессивную позицию у нас на шарте. Остальные просто думают о жизни. И Стаппингатсы выйдут из коннектора. Судя по всему, Форестер здесь же. У него, кстати, есть декой. Можно использовать. Зачем купил декой? Надо бросать. It's time to. Но он ждет тайминг. Тайминг декой, да? Когда пойдут ребята, нужно будет откинуть его. И тогда все будет очень хорошо. 55 секунд, друзья, на таймере. Стаппингатсы еще медленнее работают по карте, нежели их оппоненты. А Дик Фессура говорит, ну, давайте, мужики, вот там на В. Я с П250 у туалета встану, подожду, пока вы всю эту историю разыграете. И Лаки издалека просматривает. Сейчас первый. Вот первый тайминг. Дик Фессура Никельбека закрывает. Лаки там еле-еле уходит отсюда после перестрелки живой. Там шейный позвонок ему выбило. Очень тяжело дальше собираться воедино. 5 хп. Будет играть под Форестера. Очевидно, при этом всем стяжка уже идет от Энтропика. Форестер, хороший хэдшот. Лаки добивает еще и Смайли. Напомню, что это игрок с 5 хп. Он все еще живет. Его надо прикончить. Его добили. На него взяли внимание. Форестер добирается. И Эллиан остается один. Но он открывается с балкона. Здесь на дальних дистанциях можно перестрелять Блаки. Чабы нет. Но дальше уже пушить будет сложно. Играют закрытую Стаппингас. И вы посмотрите, что они делают. Друзья, это РМР. Это называется ответственность. Втроем холдимся против соло-чувака, по которому есть инфа. Мы закроемся от него за ящиком. Только так отыгрываем. Это реально... Это дисциплина, друзья. Казахи забирают этот раунд. И молодцы. Молодцы. Хороший раш. От них был... Но Лаки отыграл вместе с Форестером, на мой взгляд, тоже очень-очень сильно. Ну вот, пистолетные раунды как-то получаются за атаку. Ребята из Стаппингас. Действительно, есть момент, возможно, потенциального ТБ. Возможно, ребята действительно попытаются сейчас еще парочку раунд взять. Главное вот то, что они любят делать. Не отдавать Форс раунды сейчас против своих оппонентов. Это три дегла. Это Скаут для Эллена. Это Лаки. По гранатам тяжко. Очень тяжко для команды Интропик. Но попытка в любом случае будет. Мы знаем, насколько хорошие деглеры у Хуча. И, в принципе, здесь всегда... Чисто профессиональная школа деглеров. Да, Хуч открыл свою. Обучает. Есть жонглеры, есть деглеры. Айсман будет подпушивать здесь в упоре. И Эллен со Скаутом. Выстрел точный, но не по голове. Смайли здесь тоже мог ответить по нему. Крад падает одновенно. Эллена тоже запушит. Через флешки запушит его. О, Эллен с Никельбеком. Боже мой, как они приняли. Хлопцы из Стаппинг Гатс полностью выпали из этого сражения. Смайли тоже падает сквозь стенку. Эллен его добивает. Это уже была вторая пуля со Скаута. Она уже точно контрольная. Сору тем временем убивает Никельбек. Не самый лучший от него выход здесь. Винтер Сору 2 на 3. Так, ну и вот огромные проблемы. Огромные проблемы опять возникают у команды Стаппинг Гатс против этих пистолетов, против девайсов. И вроде хороший выход был. Нашли сначала игрока на туалетах. Сделали фраг 5-4. А вот против Никельбека и Эллена совершили они никак не смогли. Седьмой игрок, Эллен, со Скаутом. Посмотри, он пушит со Скаутом сейчас. А что нет? Скаут это дроп. Дробаш в упоре. Ты не играешь в Ореха, а я вот играю в курсе. Я не думаю, что это Орех. Это КС. Уверен? Почти точно. Я не думаю. Старо подобрал тем временем у нас Калаш, который валялся на ланге. Убивает Винтер у нас Эллена. И отличный хэршот от Орестера. 14 секунд. Какая сладкая. Сладкая как Буболек. 5-12. 4 раунда до победы команды Энтропик. Я думаю, что здесь уже потихонечку начинают сниматься абсолютно все вопросы. Что и как. Total меньше. Вот, в принципе, у нас уже с вами близится. Энтропик, official account on Twitch, рассказывает о том, что они сделали страницу ВК. Можете заходить. В целом, я думаю, что очевидно, что нужно показывать, что мы, друзья, фанаты из СНГ, хотим, чтобы зарубежные организации подписывали. Да, и содержали составы наши. А в том числе и Куча, конечно же. Форест, Лаки, убивают просто в салатину степенгатцев. Вот. И, кстати, такой был. И чем больше, соответственно, будет поддержки вашей, чем больше вы там вступите, будете активничать, чем, очевидно, больше будет отдача и больше организаций будут искать себе составы из СНГ, тем самым улучшая нашу с вами ситуацию. Да, друзья, так и есть. 13-5. В общем-то, ребятки из команды Интропик будут выигрывать еще и 14-й себе буквально в двух раундах. Потом будут, соответственно, от победы в рамках этого Беста 3 противостояния со счетом 2-0. Ну и у команды степенгатц. Не, в любом случае, мы им скажем спасибо за хороший КС. На Дасте 2-ом это было очень классно. Это было действительно интересно. И вообще до последнего непонятно было, кто выйдет оттуда победителем. Но вот на оверпайсе ситуация немножко все-таки другая. Это лучшая карта Интропик. Ну, одна из лучших, во всяком случае. И здесь все очень-очень неплохо для именно этих парней. Элен, добиваю Тессуру. Ну, тут, в принципе, довольно все легко. Да, опять же, мы понимаем то, что дальше будет проще. То есть чем больше ты в Швейцарке проигрываешь, тем проще тебе дальше идти, потому что ты встречаешься с более слабыми коллективами. Но это, конечно, может все равно закончиться для тебя довольно плачевно. Да все команды хороши. Вот в чем история. То есть здесь нельзя сказать, что какая-то команда очень сильно выбивается из всего. То есть есть, конечно, вот сверхний эшелон. Да, это там Тир 20, Тир 25 мирового рейтинга, который есть у нас сейчас в Эпик Лиге. Ну и остальные ребята-то также, сколько там, если брать, ну 6 на 12 команд где-то. И один островок максимального качества в виде Trident Team, точнее клан, который где-то сейчас на 50 с лишним места находится, но катают они жестко. Ну, были приглашены ребята инвайтом в эту всю историю. Хотя, опять же, вот некоторые команды, которые стоят выше, чем, например, Trident Team, по-моему, там одна точно была такая команда, она проходила через квалификации. Заезд в сторону Бэп Лент, здесь у нас присутствуют Лаки вместе с Форестером. Вдвоем холдятся на этой точке. Вот он шанс, друзья, показать нам красивую игру, да? Дело уже не выигрыша, дело скорее именно в том, чтобы начинать отыгрывать на Бэп Ленте. Развал кабинетов, энтропики просто ничего не могут продемонстрировать. И Элиан выстрел точный по Сорроу. Тот не сыграл у нас на болоте. Крад к нему подкрадывается в сторону Бэп Лента. Бомба уже поставлена, при этом в тём экономика на самом деле. Хоть вы скажете, что счёт 5-14 на экономику у Дефенса довольно печальная, поэтому вполне вероятно можно подумать о сейве. Но с таким счётом можно идти. Можно идти спокойно, пытаться забирать раунд, но не получилось, ничего страшного. Крад умер и Элиан, соответственно, пойдёт сейвить снайперскую винтовку. Да, и будет закупка в любом случае, там 10 тысяч у Лаки, чуть меньше. А это грустно. Вот это очень печально, что снайперскую винтовку не засейвили, потому что 1900 у Элиана. Ему сейчас в любом случае, наверное, Лаки даст дроп или кто-нибудь. Лаки, я думаю, может себе позволить и дать троп, и закупить ямочку с первым армором и гранатами. На это ему должно хватить. Да, даёт дроп и покупает. Даже второй АВИК покупает себе. Ты посмотри, как неплохо. У уверенности. Ну, а чё б нет? Ну, на верпасе можно. Реально, очень-очень многие дистанции перекрывать. Мало того, мы видели, как раньше СК играли с WVP в атаке на данной карте. Против тех же самых Нави, кстати. В тех же самых финалах, кстати, где Нави, как обычно, брали второе место на мажоре. Мои любимые времена вообще. Было хорошо, было красиво. Были ланы, что самое главное. Ну, а пока смотрим онлайн, и пока смотрим квалы как раз-таки уже на лан. Ну, надеемся, что это будет лан, конечно. А не что-то ещё. Лаки тем временем смотрят у нас шарту. Смайли. Ожидает в коннекторе. Пока нет никакого контакта ни с кем. Крат ждёт выхода Смайли как раз-таки его поря. Нет, нет. Не увиделись. Эллен. Со снайперской винтовкой в туалетах. Пока что. Ну, вот здесь может найти контакт. Да, находит легко по винтеру. А вот далее с разменом. Адюк Фессур не ожидал настолько близко оппонентов, которые разменяют. Но здесь как-то в зону. Кратный тайминг дикий совершенно славел. Что это было? Ну, очень мило сыграно, конечно. Ещё молики не взрываются. Вот это да. Вот это дефенс. Поехал. Бомб поставлено. Вот он шанс на седьмой раунд. Стоппингаться не хотят сдаваться. Ну, они знают то, что у нас всё равно будет пауза до игры спиритов. Ну, мы решили, так сказать, чтобы мы ничего здесь не делали. Показать, что это прострайк. Они говорят, что они будут следить, ничего не делать. Да, ну, надо ещё покатать. А можно и третью карту ещё вмастить. Думаешь, да? Мне кажется, энтропики уже против третьей карты будут не очень... Ну, там Трейн. Во-первых, команда Хуча на Трейне всегда хорошая. А во-вторых, Трейн, вполне вероятно, один из последних, да, что мы увидим в нашей жизни. Потому что кто знает вообще. Вернут Трейн когда-нибудь. Вот Коббл убрали, сколько уже лет прошло? Я не знаю. Три года, четыре года. Года три-четыре, да. Да, вот три года прошло. И, возможно, что никогда уже и не увидим Кобблстоун новый. Возможно, что и Трейн вы никогда в жизни больше не увидите в компетенции, в сцене. Только если, конечно, никто не взбунтуется, они всегда собственный турнир, знаешь, с всеми картами, которые убрали. Типа Тушкан, Кобблстоун. Что там еще? Кэш. Кэш, да. Вот возьмут где-нибудь 4-5 карт и сделают какой-нибудь шоу-турнир из четырех команд, например. И это, мне кажется, собрало бы довольно большой объем народа. Жалко, на самом деле. Вот эти вот просмотры мажоров в ожидании дропа Кобблстоунского кейста и получения какого-нибудь потенциального драгон лора. Но я сейчас бы был в любви не по этой причине совершенно. Мне просто нравится Кобблс в зрении визуала. Он нереально приятен. У него интересная структура. Более интересная, чем в 1.6. Будем честны, Эллен в те времена взрывает фиссуру. Взрывает фиссуру. 5-4. Большинство для команды Энтропик. Украды пистолеты вместе с Лаки, Чешка и Диггл. Но раздобыли преимущество, конечно, здесь за фиссурой и за его девайсом не пойти. Уж очень далеко это все дело было. Да и без толку, на самом деле. Сейчас можно с хорошими пистолетами отыграть в достаточно близкой позиционке против своих оппонентов. Минуту времени. И в Стаппенготс у нас что? Два игрока на ланге. Два игрока. Один игрок на бэпленте. Один игрок вообще где-то в коннекторе. Что дальше придумывать? Смайлим вроде как зачекал Винтер. Люркует здесь соло. Вот флешка получает и все. На этом. Ноп. Не случилось. Не фортануло. Факт Люркера здесь абсолютно не решил, потому что, ну, вот сейчас крат зачекал, это все и все. На этом. То есть информация вся есть. 5-3 большинство, как это выигрывает. Ты обычно люркуешь немножечко по-другому с точки зрения и таймингов, и, соответственно, о-о-о-о, крат. Сыграет через чешку в упоре. Плажечки полетели. Но есть еще шанс, на самом деле. 30 секунд можно разыграть. Главное делать это спокойно. Смог сейчас закончиться. Есть Макия у атаки. Есть два молика. Отзонить. О-о-о, не, ну тут же ничего не отзонишь. Даже молотов не летит в банк. То есть, посмотрите, просто вся защита эндропиков стоят на планте, на точках, которые всегда молятся. И никто ничего не делает. То есть таппингатсы просто забили на раскидке. С полными карманами умирают. One by one. 7-15 счет. А как вы знаете, кроме этого, вот почему фиссуру убили, да, в предыдущем раунде на опенкиле. После 20-го раунда на фиссуру можно было купить Аганим Шарт и в таком случае усилить свою фиссуру. Но не купил. Не купил хлопец. Смотрим 23-й раунд, в котором все довольно печально. И 7-15 счет. 8 матч-поинтов, друзья, для ребят из команды эндропик. Закрыть все это дело с отсчетом 2-0. И, в принципе, наверное, давайте говорить откровенно, это будет далеко не самое сложное противостояние для этих ребят. Хорошее начало РМР-турнира. В любом случае, мы впереди увидим еще много интересных противостояний. И сегодня потенциально. Ну вот по поводу второго матчапа не знаю. Насколько Spirit против банка Pepsi будет интересным. Я думаю, чуть больше должно быть интереса точно, чем в этом матче. Но так или иначе, у нас еще на третий матч очень много интересного припрятано. Форестер тут просто закрывает одного, второго, третьего. Лаки убивает Дюк в фиссуру. И последний Сору с МАК-10 здесь закроет одного, но только лишь одного, по всей видимости. Да, друзья, это ГГ-16-7. Ну и, в принципе, как и предыдущий...